Ну и последний параметр. Это проводимость обратной передачи. Здесь ситуация обратная. Влияние выходного напряжения на входной ток. Ну поскольку мы речь ведем не о теории цепи, а о вполне конкретных технических устройствах, мы под четырехполюсником понимаем биполярный транзистор. И наша задача передать сигнал из входной цепи в выходную, ну максимально эффективно, если можно так выразиться. Нас, конечно, интересуют передаточные свойства, проводимость прямой передачи. Проводимость обратной передачи определяет так называемую обратную связь, то есть насколько сигнал с выхода переходит обратно на вход. Ну и интуитивно понятно, что нам бы хорошо сделать так, чтобы вот этот параметр был бы поменьше, чтобы мы передавали сигнал в одну сторону. Вот, исходя из такого определения малосигнальных параметров, вот эти параметры, все Y и T, J, ну они называются малосигнальными параметрами, и целиком определяют работу транзистора при заданном положении исходной рабочей точки, когда фиксировано ее положение, когда линиеризация выполнена в окрестности вполне определенной точки. И вот в результате таких определений можно нарисовать эквивалентную схему каскада, в которой участвуют в проводимости прямой обратной передачи и входная-выходная проводимость. Ну, большой прямоугольник, который описывает четырехполюсник. Входная цепь. По входу установлено Y1,1, который связывает входной ток и входное напряжение. Сюда протекает и входа, и реализуется у входа. Входная передаточная проводимость, проводимость прямой передачи, она фактически описывается зависимым источником. Источник тока, который формирует выходной ток, зависящий от входного напряжения Y2,1 у входа. Это генератор стабильного тока. Выходные зажимы, зажимы 2,2 штриха. Ну вот, все было бы хорошо, если бы этим можно было ограничиться. Однако, во-первых, на выходе имеет место выходная проводимость Y2,2. Ну и кроме того, выходная цепь оказывает влияние на входную. Иначе говоря, входной ток формируется не только под действием источника сигнала, но и под действием выходного сигнала. Вот таким образом. Иначе говоря, четырехполюсник мы можем моделировать вот вполне такой физичной эквивалентной схемой, где участвуют зависимые источники и проводимость. Далее. Вот эти малосигнальные параметры, о которых мы вели речь, Y1, Y1,1, они описывают собственные свойства четырехполюсника, линейного четырехполюсника, у которого отсутствуют нагрузки на входе и на выходе. Реальный четырехполюсник всегда включен во внешнюю цепь. Здесь, наверное. изобразим. А это значит, что ко входу его подключен источник сигнала, а к выходу нагрузка. И вот в этом случае малосигнальные параметры Y и TGT позволяют найти передаточные свойства и другие свойства каскада в целом. Как тут нам лучше-то? Е входа, наверное? Или Е сигнала? Е сигнала. Ладно, если мы в Игриках мыслим, Y сигнала, Y нагрузки. В этом случае входной ток формируется под действием источника сигнала, но часть его получается в результате обратного воздействия выходной цепи на входную. Так вот, малосигнальные параметры Y, параметры проводимости, они позволяют найти коэффициент передачи каскада в целом. То есть выхода на входу с учетом подключения к выходу и входу соответствующих нагрузок. И из теории четырехпоисника мы не будем выводить соотношения, но они легко получаются. Коэффициент передачи по напряжению определяется таким соотношением. То есть, как и следовало ожидать, проводимость прямой передачи напрямую влияет на коэффициент усиления, но сюда же входит еще и проводимость нагрузки. То есть вот от этой вот самой нагрузки зависит тот коэффициент, который мы получим. Далее, если интересоваться сопротивлением или проводимостью, например, со стороны входа четырехпоисника, который описывается системой малосигнальных параметров и к выходу которого подключена нагрузка YN, то входное сопротивление или входная проводимость Y входа будет определяться не только свойствами самого четырехпоисника, но и свойствами той нагрузки, которая подключена к выходным зажимам. И эта самая входная проводимость будет определяться следующим соотношением. то есть она определяется не только собственной входной проводимостью четырехполюсника, но еще и проводимостью нагрузки. еще в тем большей степени, чем больше коэффициента передачи от прямой и обратной, что естественно. Но, наверное, несложно сообразить и дуальную ситуацию, если со стороны выхода измерять выходное сопротивление к раскаду, то ситуация будет совершенно дуальной. в этом случае со стороны входа мы наблюдаем Y-сигнала, а интересуемся сопротивлением со стороны выходных зажимов. Y-выхода. Ну и можно показать опять же на основании теории четырехполюсника, что выходная проводимость такой каскадного соединения будет равна исходной проводимости четырехполюсника со стороны выхода и добавки в виде вот такого слагаемого. в данном случае на выходное сопротивление влияет та нагрузка, которая подключена к зажимам четырехполюсника со стороны входа. Теперь по поводу вот знаков. Ну вот здесь знак минус. Здесь все понятно. Он определяется собственно говоря выбранным направлением токов. и в транзисторном каскаде иногда просто описывают инверсию фазы входного и выходного сигналов, если вспомнить, что это комплексная величина. Вот. Более интересны вот эти соотношения, где из вполне физической измеряемой величины Y1,1 вычитается другая комплексная величина. И может так сложиться, что вот второе слагаемое окажется больше и входная проводимость будет иметь отрицательную вещественную часть. Да, в принципе такое возможно, но это что называют уже из другой оперы. Значит речь идет фактически о том, что внутренняя обратная связь настолько велика, что система становится автоколебательной, теряется устойчивость, вещественная часть входного сопротивления или проводимости становится отрицательной, и цепь в общем-то довольно быстро выйдет из линейного режима. Вот эти вопросы, они в принципе рассматриваются в теории колебаний, в теории систем, но выходят за рамки нашего курса, поэтому в рамках аналоговой схемотехники соотношение между вот этими составляющими таково обычно, что второе слагаемое здесь будет меньше, чем первое, и общая проводимость всегда будет иметь положительную вещественную часть. Так же, как и в этом случае. Теперь возвращаемся к нашим транзисторам. Все, что касается четырехполюсников, это хорошо, но это, грубо говоря, математика, это действие с комплексными числами. Чтобы вернуться назад на Землю, нам необходимо как-то связать вот эти вот параметры с параметрами транзистора, которые мы используем. Но вот здесь, как всегда, когда речь идет о практических применениях, возникают сложности. Существует два пути определения малосигнальных параметров. Первый путь это измерение. Что? Перерыв парадет. Да, вы что? Да. Хорошо, тогда продолжим в следующий раз.